Всем привет! Вы слушаете Жилищный фонд, подкаст о культурной истории дома и города. В нем мы будем разбираться, где жили люди разных эпох, что влияет на облик современных городов и как менялось наше представление о месте, где мы проводим большую часть жизни. Меня зовут Анна Разгулова, со мной в студии Данил Медведев. Вместе мы проследим за культурной, исторической, бытовой и архитектурной историей города. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – агентство премиальной недвижимости One Moscow. Сегодня у нас немного загадочное настроение, потому что мы собираемся поговорить о самых интересных мифах из истории городов. Есть ли в них хотя бы частица правды и какие конспирологические теории на самом деле могут оказаться реальностью? Для начала давайте поговорим о том, что такое миф вообще. Наверное, когда мы говорим о городе, мы очень вольны выбирать различные аспекты, которые можем представить город. И мы можем представлять город как пространство, которое населено определенным количеством людей, либо там пространство, которое имеет определенные функции, либо же определенные какие-то морфологии, которые город отличает от деревни. И на самом деле очень много определений города, они все всегда очень спорные. И когда мы о нем говорим, чаще всего у нас фигурирует такое понятие, как место, ландшафт и пространство, которое как-то и чем-то наполнено. И один из многих слоев городского пространства – это, наверное, такой культурный и мифологический, который не существует в материальном мире и который создается людьми нами и хранится в исключительно нашем каком-то восприятии. И исходя уже из этого восприятия, у нас меняется там отношение к городу, меняются какие-либо действия по отношению к нему. И вот эта плоскость и сфера, о которой мы сегодня будем говорить, она как раз-таки находится за гранью реальности. То есть если не было бы социума, если не было бы человека, конечно, никаких городских мифов бы не было? Я считаю, что да. И, наверное, можно это объяснять метафорой такой, что вот мы с тобой сидим, мы там живые, и у нас есть какое-то мировосприятие, мироощущение, и можно говорить о том, что у нас есть душа. Ну, условно, будем считать. Хотя это, конечно, не доказано. И городские мифы, мне кажется, аналогией к тому, что у города тоже есть душа. И вот подтверждение то, что она есть, как раз-таки является наличием этих мифов, историй и возможных восприятий пространства через какое-то такое вот описание. Какая красивая метафора, правда. Ну, давайте поговорим о том, что урбанистические мифы, поскольку их рождает исключительно человеческое восприятие, их можно разделить на три группы, как и жизнь человеческую, рождение, жизнь, собственно, и смерть. Есть городские этиологические мифы. Это мифы, которые объясняют причины тех или иных явлений и событий, происходящих в городе. В принципе, рассказывают о ежедневной жизни социума и о том, что, в принципе, происходит в городском пространстве. А есть так называемые эсхатологические городские мифы, которые, безусловно, рассказывают о пророчествах, о знамениях, о гибели города, о гибели мира и о том, к чему мы все придем рано или поздно. Вот ты назвала такие три крупные группы, как можно кластеризировать истории мифы о городе и его какой-то культурный наполняющий. И насколько мне знакомо, в географии есть такой подход, который связан с работой с территорией, когда географы ее как-то описывают. И есть тоже такая классическая схема между описанием и характеристикой. И если в обычной такой географии описание – это такое параметрическое свойство, то характеристика – это то, что наделяет эмоциями с какими-то дополнительными смыслами и уникальностями. И вот в контексте твоих групп, мне кажется, мифы, они относятся к модели поведения, когда мы работаем с ландшафтом и пытаемся его как-то описать, ну, там, с городским ландшафтом. И еще, знаешь, что мне показалось, что, возможно, между этими тремя крупными группами есть какие-то вообще в целом зазоры, куда могут попадать не просто там глобальные, какие-то уникальные, всеми известные мифы, а даже вот небольшие истории об этом месте, которое буквально там, можно сказать, ОБС одна бабка сказала. Но ОБС сложилось вокруг одного какого-то маленького там конкретного дворика, и оно обогатилось этим самым несчастным или счастливым ОБСом. Но теперь, когда люди там проходят мимо этого дворика, у них там вызывают в голове какие-то ассоциации, какие-то образы с конкретным этим самым ОБС, и пространство тоже так вот мифологизируется. И я это к чему все говорил, что мифы не всегда могут быть какими-то величественными и божественными, они могут быть и даже в таком очень бытовом и простом уровне. Разномасштабными. И разномасштабленные, и разновременные. Ты тоже вот упоминала, что мифы там рождаются, умирают и далее. Или иногда друг на друга наслаивается миф. Это как, не знаю, такая точка, которая в пространстве направлена и во времени в разные стороны, и в смыслах. Мне нравится, что ты несколько раз упомянул слово «уникальность», потому что, когда мы говорим о вообще мифах в контексте исторических городов, это история как раз о том, что город становится уникальным благодаря мифу о городе, прошедшему сквозь века столетия. Например, когда мы говорим о Риме, первое, о чём мы вспоминаем, это, скорее всего, историю Ромула и Рема, об основании Рима. Это какие-то две концепции, которые идут параллельно, и одна без другой не существует. Да, или, например, вспоминаем поступок Муссолини, который историческую площадь в Риме разрубил своей тотальной архитектурой вдоль Колизея. И чем, конечно, крупнее и масштабнее город в историческом каком-то плане, тем он более богаче и богаче. Но вот особенность мифов не только, что они вот вокруг таких крупных гигантов формируются, но и вокруг даже местечковых маленьких мест. Пока вот есть люди-носители этих самых мифов и генераторы в этих местах, они будут помниться и жить. Просто вот в конкретном случае в Риме масштаб эпохи и того государства, который там был, позволил там оставить определенный отпечаток, который сейчас просто даже считается, ну, прям известным каким-то фактом, который, ну, просто надо знать, как небо голубое, трава зеленая. Какой факт? Ну, история про Римела, например. Хорошо, но ты же согласен, что все равно первые мифы о городах это мифы именно о каких-то храмовых строениях, о какой-то сакральности основания города, потому что жителям города нужно было обоснование, почему здесь так здорово жить, почему наш город самый главный. Например, мы знаем, что Афина основана в честь богини Афины, богини мудрости, и она является их символом-покровителем. Мы знаем о том, что, например, Дидона, чтобы увеличить площадь города, которых собиралась основать, разрезала шкуру на тонкие ремни и окружила большой участок земли, тем самым обхитрив царя, который собирался предоставить им маленький-маленький клочок земли. И таким образом получила, собственно, карфаген. Который не должен быть разрушен. Что-то пошло не так. Да, мифы вот очень крупного такого уровня идут, который ты, наверное, ранее в группировке определяла. И здесь миф необходим не только для того, чтобы городу уникальность сделать, а чтобы вокруг него возможно сплочить людей. Потому что этот миф, он во многом религиозен. Точнее, мифы. А не культовые. Да, да, да. Как такая некая модель, которая объединяет людей вокруг одного места. И не только их объединяет, но и сразу задает некие правила жизни, правила пользования пространством, поступками своими, свою какую-то мораль навязывает. И буквально облегчает человеку жизнь, снимая с него весь груз ответственности. А что же мне делать? А как мне быть водой? Или как мне быть землей? И чем мне мыслить? Когда вот конкретная инструкция к жизни. Ну, в принципе, похожая модель поведения и в религии. И мне кажется, это одна из основных. То, что это прям такой отпечаток на самих там Афинах, тех же, откладывает. Это одно из как раз-таки свидетельств того, что пространство, оно собирает мифы, но не формирует. Формируют все-таки вот как раз-таки носители культуры. Эту культуру мы не можем условно потрогать, только ее проявление. И вот поэтому мифы — это некая душа города. Как у нас есть душа в каждом условном человеке. Ну, кстати, вот пример правил поведения мифологических, которые нельзя нарушать. Легендарный миф о Вавилоне, Вавилонской башне — это чистейший пример правил поведения, которые нельзя нарушать. И объяснение последствий, которые получили жители города, нарушив как раз эти правила. Они возвели свою башню, и в результате Бог их наказал и разделил на языки страны, города, веси и народы. Ты рассказываешь, кстати, вот о природе происхождения мифов религиозных. А вот я тебе еще другой мысленный эксперимент приведу. Как, например, появляются различные мифы, как некие представления о пространстве. Вот, например, я не был в Африке, но я прочитал рассказ человека, который был в Африке. При этом то, как действительно в Африке все происходит, знает этот конкретный человек. Дальше он свое представление о пространстве как-то антиматериализует через описание и характеристики в какой-то текст. Возможно, это даже художественное произведение. И, в общем, я читаю это художественное произведение, и у меня в голове рождается образ об Африке, исходя из текста этого автора. И у меня рождается другой образ Африки. Потом я условно решаю снять фильм, настолько мне он понравился, Африка. И я уже рисую другую Африку, которая не является тем, что у меня даже было в голове, потому что она имеет другие художественные языки. И ты, например, приходишь и смотришь этот фильм, и получаешь еще одно восприятие о Африке. И мне кажется, что подобные представления и ассоциации, и образы — это тоже некие мифы о пространстве. В самом начале ты упоминала, как может жить и существовать миф умирать либо не умирать. Вот это, мне кажется, был сейчас мысленный эксперимент того, как представление об Африке живет в рамках вот этого шуточного эксперимента. Могу я этот шуточный эксперимент назвать фрактальный симулякр? Возможно, но кажется, этому есть даже четкое терминологическое название в культурном ландшафте, в культурной географии. И оно, если мне память не заменяет, даже называется как модель полимсеста. И мое название нравится больше. Ну да, но это уже больше такого из академического круга относительно такой новый термин. Вообще-то русское старое слово, которое, кажется, обозначало какие-то летописи и рассказы. И вот одна из таких вот форм интерпретации, метафоричная, это она сейчас была. Для меня мифы, наверное, в первую очередь, это какие-то образы города, какие-то ассоциации. И то, что у меня в первую очередь даже возникает на территории, на которой хоть я, может быть, даже и ни разу никогда не был, но которые иногда рождаются в данную секунду, исходя из того, что меня окружает, и то, как я это считываю. Не только какие-то привычные классические понимания о мифах Древней Греции, хотя просто это у нас такой ассоциативный ряд. Ну, просто есть определенные коннотации, когда мы говорим миф. Знаешь ли ты какой-то пример авторского мифа, когда один человек запустил цепочку событий, как, например, Африка и твой мысленный эксперимент. И эта цепочка событий настолько разрослась, что теперь практически каждая страна, каждое государство рано или поздно у себя находит, я только намекаю, находит пример этого мифа о большом-большом городе. Это не Эльдорадо, это Атлантида. И я говорю о Платоне. Платон нам друг, но истина дороже. А истина в том, что Платон в своих диалогах описал, и это, мне кажется, одно из первых таких точных описаний именно в строительном плане большого города, он описал мифическую Атлантиду, которая была обнесена тремя водными и сухопутными кольцами. Через эти кольца были перекинуты мосты, прорыты каналы, практически прообласть Венеции до нашей эры. Но с Атлантидой, как мы все знаем, все плохо закончилось, потому что атланты потеряли чистоту своей души, прилистились богатством и, в принципе, материальными ценностями. Платон, кстати, в своих диалогах противопоставлял Атлантиду Афинам, и, в принципе, вообще история об Атлантиде нужна была ему для того, чтобы на контрасте показать, как в Афинах хорошо устроена государство, государственная система, говоря о бурбанистике, которая, в принципе, очень тесно с этим связана. История с Атлантидой интересна еще в том числе тем, что у нас есть много маячков на местности, по которой несколько государств имеют право заявить, что Атлантида могла бы быть столетия и века назад на их территории. Например, я читала о том, что даже в Перу кто-то пытался найти Атлантиду. А кроме того, в принципе, история о том, что город уходит под воду в наказание или, наоборот, в сохранение, она проявляется в мифологии любой страны, любого крупнонаселенного пункта, в том числе даже на территории Санкт-Петербурга. Ну, как аспект этого возможно, потому что многие города, которые возникали, они возникали около источников жизни, и один из источников жизни – это всегда вода. И если мы обращаемся к какой-то языческой религии, то попытка мира объяснения и мира устройства, она более, возможно, простая и более справедливая, о том, что ты должен выстраивать в свою жизнь жизнедеятельность из определенных традиций. Традиции, привязанные к какому-то почтению и увеличению благосостояния источника твоей жизни. Например, там, бог воды, бог грома и так далее. Источники каких-то вот уникальных элементов. И вот, например, можно тоже провести мысленный эксперимент и попытаться объяснить, а почему все-таки возникает такая ассоциация о том, что будете плохо себя вести, у вас город затонет. И вот как раз-таки вот в этом моменте может полимсест и появиться, когда у нас несколько различных интерпретаций. Первое – это типа вот, смотрите, пример с Атлантидой, а второе – там пример через какую-то языческую религию локальную, попробуйте это описать. И вот когда мы вот так наслаиваем мифы, у нас получается вот такая сложная и насыщенная, богатая структура территории, которую можно назвать, наверное, культурной. Наверное, так. Культурный слой Петербурга. Очень широкий, очень большой. Мне кажется, это тоже связано с мифами. Вот кто такой настоящий петербуржец? Или настоящий одессит? И что первично? Собственное ощущение жителя города от того, что он себя воспринимает с детства настоящим одесситом, и поэтому ведет себя вот по этой схеме какой-то, да, по культурному коду. То есть вопрос, что первичнее и что более истинно? Как человек сам себя позиционирует, или как его другие воспринимают? Наверное, начинает ли он себя позиционировать определенным образом, потому что с детства воспринимает культурный код, исторические слои и мифы, в том числе о своем городе? Вот мне кажется, человек, который рождается в определенном культурном ландшафте, он является ее частью. И он изначально себя не позиционирует так. Для него это просто естественно. То есть это не какой-то, наверное, процесс, где вот сидишь и говоришь, я коренной, там, Санкт-Петербуржец и так далее, ты просто своими действиями, своими какими-то поступками, традициями и там ежедневными практиками выстраиваешь именно тот образ, который вот характерен для этой территории. Для там территории конкретного Санкт-Петербурга, либо для территории там двух гектаров где-нибудь в Сибири. Через ежедневные практики. И тут мы вкатываемся даже немного в такую социологию, что ли, города. А это все связано. Но с другой стороны, ведешь ли ты себя определенным образом именно потому, что в твоей ежедневной практике подсвечиваются обществом, в котором ты обитаешь, именно с точки зрения, что вот это характерно для, там, Одессита, это характерно для коренной москвички. И ты уже фильтруешь и начинаешь как-то себя оценивать, даже не то чтобы со стороны, но замечать это в себе. А вот мне кажется, согласен, но я бы немного скорректировал тезис вот такой, что человек, который изначально появился на этой территории, он это делает естественно. А человек, который пришел и ассимилировал в этой территории, он уже, как ты сказала, корректирует, чтобы соответствовать тому контексту, куда он попал. Потому что, видимо, в предыдущий контекст его не нравился, и он генерировал какие-то такие ценности и блага, которые его не устраивали и заставили перейти в другой контекст, где более подходящие для него ценности. Но эти ценности и блага, они были сформированы как раз такими каждым персоналем, либо обществами, исходя из повседневных практик и традиций. И те традиции, которые позволяют генерить эти самые блага и ценности на этой территории, их, наверное, нужно соблюдать. Иначе мы столкнемся с такой проблемой, что люди, которые переезжают в виде гостей и не ассимилируют, они в каком-то счете начинают разрушать тот самый контекст. И в какой-то момент, если это масштабируем, мы придем к тому, что эти ценности, блага и прочие, всякие плюшки, которые были на этой территории, они исчезнут. Это было такое небольшое отступление в часть позиционирования себя и даже немного в социологию. Но это лишний раз нам доказывает то, что мифы и их природа – это в первую очередь человек. И пока мы существуем, пока у нас есть какая-то вот культурная, некультурная, бескультурная активность в пространстве, будут и создаваться эти мифы. И они создаются не только из глобальных вещей, но и из повседневных практик. Как, например, появляются ассоциации, что это неблагополучный район, и его называют каким-то черным. Или его называют районом Черниковка. Вообще звучит страшно, конечно. Это в каком городе? Это в Уфе, но это, я к слову сказал, там этимология немножко другая, но тоже есть определенные коннотации про то, что этот самый такой криминальный район был в какое-то время. Ну, видишь, получается, что мифы поддерживают идентичность в городе. А еще мне кажется, что условный уфимец, приехавший в Петербург, как раз будет больше поддерживать городские легенды и истории и пытаться проявить себя как настоящий петербуржец и реагировать на город определенным образом, чем человек, для которого эта среда с детства знакома. Возможно. Если упрощать, от апельсинки не родятся мандаринки. Кстати, лет 15 назад появился, насколько я знаю, миф о настоящем петербуржеце. И настоящий петербуржец, это, оказывается, Атлант из Атлантиды. Потому что есть городская легенда о том, что Петербург построили Атланты. И Петербург вообще тоже, как и многие-многие города этого мира, стоит на костях Атлантиды. Потому что, ну, не мог Петр Первый. Ну, конечно, очевидно же. Более того, он потомок Атлантов, потому что человек такого роста — это просто измельчавший бог. Ну, мне кажется, мне самому надо раза три встать на самого себя, чтобы хотя бы до пупка его дотянуться. Во время поиска новой квартиры Андрей столкнулся с неожиданными сложностями. Каждый застройщик рассказывал ему только о плюсах проекта и ничего не говорил о недостатках. После встречи приходилось тратить время на анализ района, искать контакты жильцов и долго сравнивать впечатления. Андрей быстро понял, в чем дело. К застройщикам он обращался в одиночку, как обычное физлицо, поэтому и столкнулся с агрессивным маркетингом. Чтобы найти действительно классную квартиру, следовало сменить стратегию. Поэтому Андрей решил обратиться к брокеру. Специалисты One Moscow хорошо знают рынок и могут дать объективную оценку всех ЖК. Компания сотрудничает с более 30 застройщиками Москвы, помогает подобрать лучший вариант и согласовать цену. При обращении One Moscow клиенты получают всю необходимую информацию. Например, какие ЖК обходить стороной, выгодно ли приобретать квартиру сейчас или лучше подождать. К тому же, услуги брокера при покупке квартиры в новостройке ничего не стоят для клиента. One Moscow – ведущее агентство недвижимости столицы, которое занимается продажей новостроек, вторичной и загородной недвижимости с выгодой до 15%. Среди продуктов агентства есть и уникальные сервисы. Например, юридические сертификаты и ипотечное сопровождение. One Moscow всегда остается на связи. Компания сопровождает клиента до момента получения ключей, может помочь с дизайном и отделкой с помощью сервиса One Design Plus и даже с переездом. Главное в работе One Moscow всегда быть на стороне покупателя и подбирать идеальную недвижимость на лучших условиях. Например, до обращения в агентство многие клиенты не знают, что могут позволить себе покупку жилья бизнес или премиум-класса. One Moscow знают рынок, все финансовые инструменты и как купить недвижимость с максимальной выгодой. Обращайтесь к специалистам One Moscow для получения профессиональной консультации и подбора бизнес и премиум-объектов в Москве. С брокерами One Moscow покупка и продажа проходят легко и непринужденно. Вы можете переложить все сложные задачи на плечи профессионалов и просто наслаждаться. Вообще, если честно, мне второй аспект мифов нравится еще тем, что можно до бесконечности их приумножать и эту бесконечность возводить иногда даже прям в абсурд. В абсолют и в абсурд, что самое главное. Но у меня тут просто есть особенность в том, что я как архитектор вообще постмодернист такой немножко. Поэтому вот эта несерьезность, игра и абсурд мне очень близки, конечно. И это тоже будет, кстати, в концепции полимсеста. Кстати, про абсурд. Давай проведем прямо сейчас мысленный эксперимент. Ответь мне на три вопроса, а я потом объясню, почему. Отвечаешь да или нет? В конце мне просто диагноз выпишут. И тебя тоже вылечим? Да, и меня тоже вылечим. Вопрос первый. Знаешь ли ты кого-нибудь из Белефельда? Честно, нет. Был ли ты когда-нибудь в Белефельде? Нет. Знаешь ли ты кого-нибудь, кто когда-нибудь был в Белефельде? Нет. Так вот, есть теория заговора, называется Белефельский заговор, согласно которой город Белефельд на территории немецкой земли с Северной Рейной Вестфалии не существует на самом деле. И все данные, указывающие на его существование, являются частью всемирного заговора, который убеждает человечество в существовании города. Я не знаю, зачем это надо, но это прям очень интересная история, о которой чуть ли не Ангела Меркель шутила в свое время. И в случае, если человек, как ты, Данил, ответил нет на все три вопроса, это считается доказательством истинности теории. А если кто-то ответил да, его причисляют к соучастникам заговора. Так что смотри, как здорово ты не попался в эту ловушку. У меня тут не было вариантов. Чистый такой газлайтинг, если честно. Самое интересное, что горсовет Белефельда предлагает усилия, чтобы город стал публично известен и как бы доказать, что ребята существуют. Но они выпустили даже какое-то открытое обращение, очень активное, но они его обнародовали 1 апреля. И им никто не поверил. Так что, в принципе, насколько я знаю, власть этого города даже готова заплатить миллион евро тому, кто докажет, что города не существует. Мне кажется, это интересный пример того, насколько далеко могут завести мифы. Ну, вот тут мне тоже. Мне прям безумно нравится эта игра абсурда и юмор шутки. Но, если честно, меня немножко смущает то, что это опять миф без конкретного ландшафта, без конкретного материального пространства и без конкретного города. То есть, в какой момент миф превращается вот в историю, где его грань. И, наверное, сложно вообще в терминах тоже разобраться и определиться, но именно городской миф, мне кажется, можно отличить по критерию к привязке к местности. Что получается, без местности он не существует, потому что она очень сильно отражает его целостность, его суть, его идею. Ну да, и, наверное, даже нет смысла, если он все равно как-то не привязан к какой-то локации и пространству, потому что города, тоже сложно определить, что это такое, но это какие-то определенные места. Мы в этом точно уверены. И они все различные. И истории без места или даже вот без намека на это самое место, которое бы реально могло бы существовать в ландшафте, мне кажется, вот уже более такой вот спекулятивные. И они уже выбиваются из рамки городских мифов. Наверное, так. Условно, место для бросания манерки может быть в любом городе, но Фатан Треви только в Риме, а Чижик-Пыжик только в Петербурге. Конкретно с ними, да, но при этом тот же Чижик-Пыжик может как концепция появиться в абсолютно любом дворе. Если кто-то по привычке начнет обзывать какую-то детскую площадку, которая как-то похожа на птичку, но не имеет конкретного названия, и это начинает сохраняться у людях в повседневной какой-то практике. Например, школьная какая-то детвора, которая просто по приколу назвала Чижик-Пыжиком территорию. Или там есть сеть магазинов Чижик-Пыжик, и потом эта территория превращается в питерский двор. Почему? Ну, там Чижик-Пыжик, потому что. И вот уже такая легенда, которая отличает один какой-то случайно конкретный двор от всех остальных, и он становится уникальным. И он жив, пока вот живы представители идеологической приверженности, что это Чижик-Пыжик. Пока живы местные жители, для которых этот двор имеет собственное значение. Да, и какую-то ценность, если мы ее наделяем смыслами. Потому что если бы нам было бы все равно, мы бы проходили мимо. Вот как, например, я проходил мимо территории электрозавода, как бы он был невероятно красив, но это, допустим, не мой родной район, и я его использовал совершенно как транзит. А вот в каких-то других местах, когда я прохожу, у меня возникают ассоциации и другое чтение территории. Кстати, про родной район. Давайте проведем еще один мысленный эксперимент. Закройте глаза и представьте себе район вашего детства и какие-то важные для вас смысловые точки и ориентиры, на которые вы всегда опирались. Там это может быть условный магазин, чижик-пыжик, условная детская площадка, где вы играли в детстве с лучшей подружкой, какая-нибудь статуя каменной бабы, которая на самом деле имеет отношение к Великой Отечественной войне, но для вас в детстве она просто представлялась очень страшной женщиной из гранита. Вот та картина, которую вы себе нарисуете, называется «Ментальная карта». И она имеет мало общего с настоящей средой города, в которой вы живете. Зато имеет очень много отношения к вернокулярности района. Что такое вернокулярный район? И это как раз-таки тоже, на самом деле, пространственный миф, но конкретно термин «вернокулярный район» у нас приходит, скажем так, из профсреды, частично из архитектурной. Это Кевин Линч. И вернокулярный район – это некое представление о границах нашей территории, которая не связана с фактическими административными границами, которая выстроена из нашего именно ментального восприятия пространства и его маркирования одного от другого. Буквально начиная от двора, микрорайона, заканчивая частями вообще всего города, что там, оказывается, там у города 12 административных каких-то делений, но глобально он-то всего моногенный, не гетерогенный, там всего максимум на три части делятся, что там центр, периферия, что-то между ними, и они имеют свои специфичные какие-то названия. И это вообще очень интересная вещь, мы сейчас затрагиваем. То есть, если административные границы города интересны, по сути, только администрации для управления, вернокулярные границы города имеют прямое отношение к социуму и к тому, что город для людей и как люди его воспринимают. Да, и конкретно еще особенность вернокулярных границ, что это, как правило, признается какой-то группой лиц. Это все-таки не один человек, а примерно. Да, они могут быть, кстати, там различные, там, не знаю, какие-нибудь зеленые рощи или не зеленые рощи, но мне почему это еще нравится, что это некий даже негласный предмет договора. Вот люди так договорились, но при этом никто не садился за стол переговоров, он просто выстрелился естественно. Вот, ну, потому что вот так. А почему? А потому что по-другому нельзя было. Или потому что вот конкретно, там, лесополоса у нас имеет свои формы и функциональные какие-то истории, и истории с морфологией, либо просто с какими-то ассоциациями выстраивают нам границы, совершенно наплевав на вообще всю официальную структуру, которая пришла за нас власть города и сказала, вот, твой дом конкретно к этому месту привязан, все, и никуда больше. И вот называется этот район так. Хотя предмет договора и название административных границ тоже имеет свой смысл и свою историю, свою какую-то, скажем так, определенную этимологию, но, как правило, вернукулярные районы, они все-таки спорят с ними, но не глобально. Потому что это все для души. Да, да. Еще, кстати, тоже мысленный эксперимент прикольный. Вот, попробую, тоже представите слушателя. Это про вернукулярные границы своего места обитания. Вот когда вы, например, возвращаетесь с работы и там откуда-то еще домой, когда вы понимаете, что вы дома, вот когда вам приходит мысль, что, о, я дома, вот, например, вы открываете дверь квартиры и все, вы такие думаете, ага, я дома. Или же вы подъезжаете к своей там конкретной станции метро или к ветке и думаете, ага, я там на фиолетовой ветке уже там в сторону северного тушина двигаюсь, уже я где-то дома, недалеко. Или когда вы попадаете в свой двор, но еще не дошли до своей квартиры, жилища. Или когда вы зашли в свой район. Вот когда у вас возникает вот эта ассоциация того, что вы дома. У меня в разных местах, конечно, тоже по-разному возникало, но это тоже один из предметов вернукулярности, но по отношению к своему жилищу. Именно чувство своего места, то, что оно твое. Ну, кстати, мне становится спокойнее, когда я понимаю, что я примерно в радиусе пешей доступности от дома, и даже если эта пешая доступность измеряется часом, то, надо ли поздно я дойду, значит, в принципе, я уже в безопасности. Конкретно в моем случае есть такая вот планировочная там нарезка квартальная, и хотя вот соседний квартал, он находится совершенно в пешей доступности и прочее, чем тот же самый часть двора, ну, какая-то самая дальняя, но при этом, находясь в одинаковой пешей доступности, но просто в разных там элементах этой планировочной структуры, я себя ощущаю по-разному, например, и вот у меня это ощущение вот только вот во дворе происходит, либо в границах квартала, когда я только захожу. Ага, ну такой, ну все, я дома там. Дальше я уже там как-нибудь доковыряю. А за забором живут чужие люди, у них свои мифы, они нам не родня. Да-да-да, ну, вообще-то уже, конечно, землю тоже не очень хорошо, не очень правильно, ну, просто когда иногда срезаешь, ну, у нас так среда в России устроена, что мы незаконно проникаем на чужие земельные участки, возможно, поэтому я себя чувствую там некомфортно и еще не дома. Есть интересный проект, который поставил цель проанализировать эмоции города и вермикулярные районы. Платформа называется Imprecity, над ней работала лаборатория качества городской жизни CoolLab Института дизайна и урбанистики университета ИТМО. Это интерактивный портал про парки, улицы, площади, набережные, дворы, в общем, про всю ткань, с которой стоит город, про все пространства Петербурга. Они это делали на основе именно Петербурга. И любой горожанин может отметить свои эмоции на карте и оставить комментарий. А ребята собрали это все в одну большую карту в открытом доступе. И получается, мы можем понять, какие районы города более эмоциональные, вызывают больше оттек, какие места лучше избегать, какие, наоборот, дают нам силы и возможность почувствовать себя лучше. Причем это основано именно на эмоциональных показателях большого количества людей. То есть это не какая-то индивидуальная история, а, видимо, и правда, среда порождает и рефлексирует эмоции жителей города. Я, кстати, слышал, что вот похожая практика в работе, ну, конкретно в соучаствующем проектировании называется то ли кач-маппинг, или я сейчас вот точно не помню оригинал, но у нее тоже похожая суть, когда люди вот проектируют территорию, например, квартал, и там много интересантов, много стейкхолдеров, в том числе и тех же жителей, особенно, например, если это происходит расселение какой-то при КРТ и так далее, тоже массово собирают эмоциональное какое-то восприятие КРТ буквально на один даже конкретный там проект территории есть случаи, когда вот конкретное бюро вот собирают похожие инструменты. И вот то, о чем ты описал, очень мне сейчас сильно вот такой инструмент напомнило, это уже такой инструмент социологический, но который вот из такого качественного и в количественный метод переходит. Хотя вот, возможно, тут я тоже очень сильно вру, все равно это просто огромный такой качественный метод, но в большом-большом-большом количестве, который достаточно сложно другими инструментами собрать. Ежели еще есть старая форма, когда людей просто просят нарисовать тот же ментальный район, это тоже забавная, интересная вещь. По-моему, ее вроде и Кевин Линч в принципе предложил, когда человеку такой говорят, вот, нарисуй место, где ты живешь, и он там начинает рисовать всякие штуки. Я помню, был случай у нас на вовлечении, ну, такое было, экспериментальное. Один молодой человек нарисовал замоскворечья через альбомы Гуфа, буквально там его картинку отрисовал, и там какие-то территории. В общем, да, такой небольшой каламбур сейчас вспомнился. Скажи мне, как проектировщик к проектировщику, насколько архитекторы в своих проектах вообще учитывают мифы города и лирику Гуфа? Ну, вообще, это все-таки, наверное, зависит от разных бюро и от разных подходов. Ну, конкретно просто вот вкусники очень осознанно к этому подходят и очень чувственно, потому что есть этап анализа территории, который включает в себя как и метрические ограничения, так и поиски как раз-таки культурного слоя с целью не только понять там территорию через цифры какие-то, но и с точки зрения вот какого-то культурного, эмоционального кода, с точки зрения дальнейшего вообще формирования замысла проекта и это всегда включает в себя историю с тем же культурным ландшафтом, с поиском каких-то топонимов истории, фотографий, вообще всех возможных как раз-таки мифов в разных формах, которые могут быть представлены, в том числе и даже вот в работе социологии. Вот как ты, например, приводила историю, что мы собираем карты территории эмоциональных восприятий и вот тут мифы мы начинаем вытаскивать вообще отовсюду, насколько это возможно. То есть не только там из прочтения каких-либо книг, но и из других инструментов. То есть не только топонимы из Википедии, как то, что улица Кузнецкий мост, когда-то был мост, и до сих пор его можно увидеть в темное время суток. Но и через ту же социологию, ту же картографию, ту же историографию, через те же фотографии, потому что исторический аспект это тоже пространственный миф, который конкретно даже находит свое отражение в контексте. И если мы все-таки хотим вписаться в контекст и сделать его естественным, то мы должны учитывать не только пространственные аспекты, буквально, как у нас стыкаются дороги, но и какую-то идеологическую часть. Но проблема с идеологической вот этой культурной части такая, что она безграничная, и ее предмет тоже очень тяжело вот так взять и выцепить, потому что она существует не в материальном мире. То есть конкретную дорогу мы можем с тобой хоть сейчас потрогать и понюхать, и узнать, что она даже там зарегламентирована, и есть даже четкие правила о том, как ее там нужно примыкать. А вот как именно образ территории выстроить, это всегда такой очень черный, наверное, сложный ящик для архитектора, но, если честно, можно найти всегда инструменты, как с этим работать, как это автоматизировать, главное давать границу между тем, что мы хотим найти, и тем, что мы делаем. Ну, кстати, а как ты думаешь, насколько вообще важно в каком-то идейном соображении и в создании образа, будь то это большая архитектура или какой-то градостроительный масштаб, насколько важно привязываться к мифологии района в любом историческом периоде, или можно эту историю как-то параллельно пройти и не придать ей особого значения? Ну, тут, кстати, можно много развилок отвести, потому что, когда мы говорим про территорию, мы можем разделиться на градостроительную деятельность и конкретно на архитектуру, и когда мы говорим о градостроительной деятельности, нам в первую очередь важно именно комфортное пространственное восприятие с точки зрения физического комфорта, безопасности, необходимой плотности, четкое функциональное зонирование, и здесь возможно более простой неидеологической истории выстраивается. Выстраивается история больше из удобства использования территории, то есть насколько она транспортно доступна и становится насколько насыщена. Когда мы уже переходим к более такой детальной версии, тоже можно отвести от вилку, это историческое какое-то регулирование и исторические слои, и они также тоже к градостроительной деятельности могут отнестись, потому что это определенный зонинг, это определенные ограничения, а с аспектом архитектурным опять-таки это также возможно исторические ограничения, либо же соответствие какому-то контексту через уже формообразование конкретных объектов, потому что это уже должно происходить на архитектурной какой-то части, на градостроительной части мы определяем границы зоны размещения этих объектов, возможно даже какую-то композицию оптимальную с точки зрения удобства использования территории, а вот когда мы переходим уже к объекту, это кстати то, что ключевое отличает архитектуру от градостроительства, то, что это во многом искусство, то есть это искусство сделать именно проявить миф в архитектуре это искусство безусловно сделать из пустоты красивое, функциональное, да еще и удобное, чтобы еще не развалилось в конкретном месте смотри, это одна история сделать из пустоты что-то красивое, функциональное, чтобы оно не развалилось, а вторая история это наделить это все дополнительными смыслами, которые при этом будут важны для потребителя. А вот тут как раз таки можно, наверное, перейти к критериям вот этой самой функциональности красоты и уместности этого конкретного объекта, наверное, универсальный критерий это соответствие контексту, а как мы можем соответствовать контексту, мы можем как раз таки идейно в него вписаться, и когда мы вписываемся идейно, вот этот EIDES объекта, он начинает ображаться на самом конкретном объекте, понятно, что идея там здания как здания, она универсальна, то есть у нас есть EIDES стула, и у нас тут же вариация этого самого стула, то есть вообще деревянный, металлический, стеклянный, какой угодно, идея здания, EIDES здания понятен, но дальнейший его замысел и то, как он должен вписываться в окружающий контекст, нам непонятно, и нам надо выяснить для начала, что за контекст, куда мы конкретно будем вписываться. Кстати, это очень интересная тема, потому что, говоря об архитектуре, у меня был диалог с риэлтором крупных клубных домов в Москве, и у нас сильно противоположное мнение на то, что вообще интересно конечному потребителю в плане архитектуры, потому что, если мне, как архитектору, важно было бы понимать, почему дом, в котором я хочу приобрести квадратные метры именно такой формы, какая за ним стоит история, какая основная идея, какие смыслы в него вкладывал автор и вообще авторское лето архитектура, оказалось, что для обыкновенного горожанина, с точки зрения риэлтора, с которым я разговаривала, и по его опыту, все это значение особого не имеет. То есть, среда важна, но мифологизация среды отходят на сильно-сильно-сильно дальние пункты. Это уже наша такая небольшая профдеформация о том, что мы видим и представляем, как надо красиво и приходим на территорию и причиняем добро и наносим радость буквально, скажем так, для этой конкретной территории. Тут уже тоже отдельная тема для разговоров, что вообще важно потребителю, когда он приходит на рынок, потому что как бы все эти истории, они интересны, важны и прикольны, но они не материальны. А вот материально там парковки, там детские сады, там размеры двора, всего прочего, транспортная доступность, вот это материально, и за это человек он отдает деньги. А то, что дополнительно там улучшает контекст, это просто вот такая фича, наверное, в этом случае. А с другой стороны, все эти истории помогают продать дом. Вот, маркетинг, на самом деле, это тоже очень классная тема, потому что это тоже миф территории. И вот, кстати, это пример, когда мы конструируем некие мифы вокруг там продаваемой территории, и мы заставляем людей в них верить. И тогда они там приходят и покупают. Это ведь тоже, на самом деле, миф. Так что, ребят, все упирается в деньги. Но не все, что-то для души. Ну вот, кстати, пример современного клубного дома, который очень неплохо использовал мифы, легенды, и общее восприятие среды и контекста, в которые он вписывается, это дом Логос. Я была сейчас на экскурсии там, и есть момент, который даже, несмотря на профдеформацию, я не считывала. Оказывается, архитектор проекта задумывал фасады этого дома, как, помните, в советское время были такие специальные монетницы, где монетки складывали столбиком. Вот если будете проезжать Даниловскую площадь, обратите внимание, этот фасад похож на эти столбики монеток, потому что соседнее здание от Логоса, собственно, это монетный двор московский, и они очень симпатично к этому подвязались, о чем бы я никогда не подумала. С другой стороны, в этом районе есть миф о том, что от монетного двора через территорию, собственно, района к госзнаку, то есть от металла к бумажным деньгам, идет подземный бункер и подземная железная дорога. Вот что-то я не слышала, чтобы создатели дома Логоса, об этом упоминали как-то, но зато для местных жителей это прям интересный кейс. Ну, возможно, они не упоминали, потому что это не совсем входит в концепцию маркетинговой какой-то продажи, но этого мифа просто конкретная цель может быть, и это нормально, то есть это совершенно различные мифы, и это только там лишний раз обогащает территорию, но вообще это действительно сейчас очень актуальный и интересный инструмент, который используется вот в нашей профессиональной среде, в среде девелопмента в части как раз-таки дальнейшей работы с территорией и ее там жизни, и получения там своего потребителя, и поиска этого самого потребителя. Мифы – это действительно отличный инструмент для современного профессионала в любой области, будь то урбанист, градостроитель, социолог, аналитик, потому что с помощью мифов можно даже повлиять и на идентичность восприятия жителя в среде, и на уплотнение городской застройки, проведя некий анализ, и выявив сильные стороны любого проекта архитектурного или градостроительного, поговорив просто с жителями, узнав, какой образ территории у них на самом деле в голове сложился, и как можно его использовать. Мифы – это души наших городов. А это был подкаст «Жилищный фонд» от студии RedBarn и моего ведущей Данил Медведев и Анна Разгулова. Всем пока. Спасибо за внимание.